Премьер-министр Греции Алексис Ципрос впервые прибудет с официальным визитом в Берлин. По сообщениям СМИ, ранее политик направил письмо к канцлеру Германии Ангеле Меркель. В нем Ципрос якобы предупредил, что Греция уже в ближайшие недели не сможет обслуживать свои долги, если Евросоюз не предоставит Афинам финансовую помощь. В ночь на 23 марта в жилом доме в Одессе сработало взрывное устройство. Пострадавших в результате взрыва нет. По информации украинского интернет-канала Громадская ТВ, взрыв произошел в офисе волонтера, занимающегося организацией помощи украинским солдатам в Донбассе. Как сообщила одесская милиция, взрыв расследуется по статье «Теракт». 22 марта в Санкт-Петербурге прошел Международный русский консервативный форум, на который съехались представители 11 националистических движений и партий из стран Европы. Форум был прерван раньше времени из-за сообщений о том, что здание заминировано. Несмотря на это, участники успели принять меморандум об объединении консервативных сил Европы. Немецкие финансовые власти впервые выдали лицензию банку, который действует в соответствии с законами шариата. Уже в июле турецкий инвестиционный фонд «Кувейт-Тюрк» планирует открыть филиалы в Берлине, в Франкфурте и Мангейме. Ислам запрещает банкам спекулировать, а также взимать проценты за ссуды. В Великобритании проходят торжественные мероприятия по перезахоронению короля Ричарда III. Останки монарха случайно обнаружили в Лестере в 2012 году. Их идентифицировали с помощью современных методов анализа ДНК. Погребение останков монарха в Кафедральном соборе Лестера запланировано на 26 марта. Продолжение следует...